С ноября жители Коми будут платить за сет в подъезде по новым нормативам. Однако при наличии общедомового счетчика в невыгодном положении окажутся владельцы больших квартир. Площадь влияет на размер платежа. Напомним, недавно служба Коми по тарифам опубликовала приказ о введении в республике с 1 ноября новых нормативов на электроэнергию. Таким образом, многие жители региона в конце ноября-начале декабря получат счета, где появится новая строчка за электроэнергию на общедомовые нужды. Эти нормативы зависят от того, оборудован ли многоквартирный жилой дом лифтовым оборудованием или не оборудован. Еще зависит от того, является ли это дом общежитием или не является. Если говорить по большей части, что граждане, которые проживают в многоквартирном жилом доме оборудованным лифтом и дом, который не является общежитием, у них норматив будет с 1 ноября 5 рублей 40 копеек за квадратный метр. Граждане, проживающие в многоквартирном жилом доме, где нет лифтового оборудования, они будут оплачивать 2 рубля 70 копеек за квадратный метр. Данные нормативы утверждены из расчета на 1 квадратный метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества. Норматив, который утвержден, он сезонности не имеет. То есть этот норматив будет действовать в течение всего года. Если в домах, где стоят общедомовые приборы учета, у них все-таки потребление варьируется. То есть сколько потребили в доме, в этих домах, в зависимости от потребления, идет расчет. Там коэффициент умножается также на площадь квартиры. Этот расчет, правила вступили в силы, этот расчет теперь с 1 сентября действует. Раньше у нас рассчитывались в домах, где оборудованы общедомыми приборами, они рассчитывались от зависимости от индивидуального потребления. То есть сколько человек потратил электрической энергии в квартире, он умножался на коэффициент, и у него получалась доля оплаты мест общего пользования. То с 1 сентября там получается коэффициент умножается на площадь помещения. То есть теперь уже не на индивидуальное потребление. Человек экономит электрическую энергию, он в принципе экономит только по своей квартире. Чтобы жильцы могли сами вести учет потребленной электроэнергии, а также понимали, почему они за нее заплатили именно такую сумму, и где в их доме электроэнергия тратится неэкономно, необходимо устанавливать общедомовые приборы учета. Ресурсоснабжающая организация будет иметь достоверную информацию о потреблении энергии определенным домом. У жильцов возможность регулирования учета потребляемой электроэнергии, что позволит экономить на ее оплате. Продолжение следует...